Друзья, всем привет! С вами студия БАЗ-93. На установочку к нам заехал автомобиль Range Rover Sport. На установку аудиосистемы. Аудиосистема будет довольно-таки интересная. Интересная тем, что она бюджетная. Задача от владельца данного автомобиля, так сказать, максимально бюджетна. В районах примерно в бюджете около 100-120 тысяч рублей даст носить автомобиль хорошей аудиосистемой. То есть сделать лучше, чем было с завода в данном автомобиле. С завода в данном автомобиле установлено МИДБАЗ и ТВИТЕР и усилитель, который работает по оптике. Соответственно, мы меняем данную аудиосистему, данные компоненты снимаем, дооснащаем серединой. В обшивках есть места под серединой, но там стоят заглушечки. Данная комплектация была без середин. Соответственно, поставим середины от компании FATAL PRO. Хорошие маленькие середины, очень хорошо играют. Поставим двухкомпонентную акустику от компании URAL, URAL AVANGARD. Она очень хорошо басит. Мы ее пустим пониже. Будем подавать на нее немного мощи, а может быть и много подадим. Самое главное, пустим ее пониже, чтобы хорошо басило. Подготовим двери шумоизоляции. Поставим серединку. На все это у нас будет два четырехканальника, преобразователь 3 Ома. Я думаю, получится очень хорошая и качественная аудиосистема в небольшом бюджете. Поэтому пойдемте посмотрим, что мы уже начали делать по данному автомобилю. Подходит у нас к завершению работа по установке. Так, коротко. Выполнили шумо-виброизоляцию дверей материалами от компании Шумов. У нас на дверях Шумов М3. Далее комфорт шестой. Видите, да? Хороший результат. И флекс пятнадцатый на обшивочке уже наклеен. Сейчас будет монтироваться туда в двери середины. Изготовили вот такие переходные кольца под акустику Авангард. Пищалочка становится в штатные места, как будто она для этого автомобиля была создана. Все уже у нас протянуто. Сейчас на примере задней двери вам покажу. Вот так вот у нас установлен кроссовер. Все завязано. Все в термоусадочке. Запаяно у нас уже Урал Авангард. Компонентная акустика установлена уже в задних дверях. И слева, и справа. Пойдемте, пройдем к усилителю. Покажу, как это все сделано. Попутно здесь подключение у нас к аккумулятору, который находится в нише, так сказать, запаски. Это еще не прикреплено. Сейчас захомутаем. Прикрепим все по усилителям. Усилители у нас от компании AZ13 SPL Power. Крепыш 500.4 на середины. И от компании AMP Pro 4120 у нас на компонентную акустику. Преобразователь 3 Ома. Видите, у нас имеет три пары выходов, что позволяет разрулить практически любую систему. Все мы порежем с помощью усилителя. Этого достаточно. Видите, как здесь все красиво разведено. Термоусадка, змейка, изолента, тканевая. В общем, все как должно быть. Все это уместилось под водительским сидением вместо штатного усилителя. Осталось совсем немного до запуска. Я думаю, данная система нас порадует. Уже не терпится ее послушать, так как это, так сказать, наша сборная солянка. И мне кажется, она не уступит по качеству звука, по детальности именитым системам от именитых брендов. Но уступает по стоимости, я думаю, раз в 2-3. Поэтому не переключайте. Сейчас включаем, слушаем. Я вам расскажу свое мнение. Порадовала она нас или нет. Кстати, да. Чтобы не спрашивали, отвечу заранее на вопросы. Бюджет данной системы около 115 тысяч рублей. С установкой шумоизоляции. В общем, под ключ. С преобразователем 3 Ома. Поэтому для данного автомобиля это, я думаю, сущие копейки под оснащение аудиосистемы. Поэтому не переключайтесь. Будем уже скоро слушать. Подходит к завершению работа над автомобилем Range Rover. Все по штатным местам. Аудиосистема, как говорится, не подкачала, не подвела. Наша сборная солянка играет очень сбалансировано. Детально даже получилось немного добавить середины. Сделать эту аудиосистему погромче за счет отдельного усиления у нас середины. И отдельного усиления мидбасов с пищалками. Играет, хочется отметить, получше различных именитых брендов. Да, получше, покачественнее, сбалансирование. И громче, самое главное. За последнее время мы немало собрали саунд квалити. Были у нас и аудиосистемы, и бламы, и много чего. И как бы, ну, поприятнее. Поприятнее играет. Бюджет данной аудиосистемы составляет 115 тысяч рублей. С преобразователем, со всеми компонентами, с проводочками, с динамиками, с усилителями полностью. До последнего, говорит Игорек Бултика. Сзади у нас установлены 3F-E25. А спереди 3F-E22, потому что 25-й туда по глубине не лезут. Кто будет дооснащать, знаете. Спереди 3F-E22, через проставочные кольца, через переходные сзади 3F-E25. Прослушку данного автомобиля мы отснимем отдельным видеороликом и загрузим также в YouTube, ВКонтакт, потому что могут заблокировать. Не хотелось бы слушать данную аудиосистему, демонстрировать ее вам на треках без авторских прав, на этих убогих и непонятных треках. Поэтому сейчас мы снимем отдельную прослушку, загрузим видеофайлом на YouTube и уже сможете оценить всю красоту данной аудиосистемы. А в ближайшее время, я думаю, владелец данного автомобиля приедет к нам на дооснащение с САБовым звеном. Сделаем ему стелс. Такой автомобиль у нас уже не первый раз в работе. Первый раз была усифроцовая система. Панацея, да, все было грубо говоря, также по штатным местам. Ну и система стоила там 1250, если даже не 300. Да, по-моему, на фокалах. Здесь намного бюджетнее, но играет не хуже. Это однозначно. С вами была студия Баззина СТИ. До новых встреч, дорогие друзья. Пока.